Здания, которые находятся на гостевом маршруте в 2018-м, должны встретить гостей города красивыми обновленными фасадами. В этом году планируют закончить реставрационные работы на 10 объектах культурного наследия. Половина из них на улице Куйбышева. Во всей красе скоро предстанут здания женской гимназии, дом Малышева, бывший ресторан-аквариум. На ремонт памятников, архитектуры выделяются средства из бюджетов всех уровней. К обновлению исторических построек привлекают и спонсоров. В прошлом году за счет частных инвестиций отремонтировались семь старинных зданий. Работа с потенциальными меценатами будет продолжена и сейчас. Сегодня за восстановлением облика города отвечает управление главного архитектора, воссозданное в прошлом году по поручению главы Самары Олега Фурсова. Старую часть, историческую часть нашего города нужно восстанавливать, причем серьезнейшим образом, и позиционировать ее как раз перед нашими гостями. Это то основное, что мы сейчас можем показать и чем мы можем гордиться в полной мере, я считаю так. Новое ведомство также будет разрабатывать проекты по комплексному благоустройству города. Облик Самары должен быть привлекательным для жителей и туристов, потому важно следить за тем, чтобы здания, тротуары, уличное освещение были выполнены в едином стиле. Для этого управление главного архитектора активно взаимодействует с двумя департаментами – благоустройство и экология, и градостроительство. В помощь новому ведомству формируются отделы архитектуры в районах. На пресс-конференции Алексея Самарцева речь зашла и об усадьбе Александра Зеленко. Главный архитектор высказался против разделения комплекса построек. Мое убеждение такое, что этого делать нельзя. И особняк, он очень красивый, это целиком комплекс. Его никоим образом нельзя разрушать. Вот это мое личное мнение, и не только мое. По словам главного архитектора, сегодня визитные карточки Самары – это дом Курлиной, особняк Клота и живописная набережная. К 2018 году к ним прибавятся и обновленные исторические здания в старом городе. Алина Чемерис, Григорий Пешаков, События.